Незгладимое впечатление, которое на всю-всю жизнь. Вот сейчас это фотографии, когда я была в Сингапуре, многие из вас знают Олега Быкова, Диана. Вот мы вместе тогда еще проводили тоже оттуда вебинары. И я поняла, что весь мир наш, везде можно работать, где бы ты ни был. И везде есть офис, там, где есть интернет. И вот это Сингапур, у меня была мечта туда попасть. И мы даже проводили вебинар вот непосредственно отсюда, прямо из бассейна. Потому что вот здесь вы видите лежаки есть, которые прямо расположены в воде. И было все прекрасно. Работал Wi-Fi, наверное, многие из вас видели эти видео. А вот левее, это сам непосредственно отель, да, в виде лодки. И на 57 этаже вот как раз вы видите эту картинку. Да, вот мечты сбываются, и, конечно, это большая радость. У меня эти все картинки появились, которые вы сейчас видите, реально в моей жизни, да. Когда действительно сказка воплотилась в жизни. Вот именно благодаря компании Fireflies, о которой я сейчас буду рассказывать. И если здесь есть новички, то поставьте плюсы. Но в любом случае, если даже нет новичков, то я уверена, что многие здесь, если не моя команда, то, наверное, меня не слышали. И все равно интересно слушать разных спикеров, потому что у каждого свой опыт. И каждый все равно рассказывает что-то по-разному. Да, Майя пока поставила плюсы, что новички есть. А вот это фотографии из разных мест. Да, тут вот посредине мы видим башни-близнецы. Да, это Малайзия, Кула-Лумпур, столица. Вот на слоне это Таиланд. Вот там, где на мотоцикле, да, это и выше. Это Бали. Вот здесь, где я лежу, Мертвое море, да, читаю книжку. Вот такое смешное фото. Это, естественно, да, Мертвое море, Израиль. Ну и таких фотографий, конечно, много, видео много. Я это все на канале YouTube веду. Потому что очень важно самой путешествовать. И не просто числиться в сообществе самостоятельных путешественников. А чтобы люди действительно тебе не на слово верили, а знали, что ты путешественница. Что благодаря этой компании у тебя есть такая возможность. И тогда они верят, что значит и они смогут это продублировать. И у них будет такая возможность. Но почему же я еще выбрала для себя деятельность, именно связанную с туризмом? Да потому что туризм занимает уже больше 10% мировых денег. Вот я смотрела как-то видео и там вкладывалось, если взять мобильную связь, рынок здоровья, рынок кофе, красоты, это где-то будет 2,5% мировых денег. Представляете, а туризм это 10% мировых денег. То есть это, конечно же, огромная сумма. И кто может соревноваться с туризмом? Вот если мы будем брать легально, мы не будем брать такие виды деятельности, как связанные с оружием, с наркотиками, а будем брать легальные. То три самые большие, самые доходные ниши. Это нефтедобывающая промышленность, это машиностроение и это, конечно же, туризм. Но в нефтедобывающей промышленность, машиностроение, меня вряд ли кто-то уже позовет, да. А вот туризм, я очень счастлива, что есть такая возможность принять, именно сейчас, пока идет реформация рынка, принять свое участие вот в разделе этой огромной прибыльной ниши. Красивого бизнеса, радостного бизнеса, потому что путешествия это всегда праздник. А вот по темпам развития туризм даже еще быстрее развивается, чем вот две предыдущие отрасли. Это, конечно, тоже вдохновляет. Но судите сами, что бы ни происходило сегодня в мире, какие бы ни происходили политические, экономические вещи, катаклизмы, но рынок туризма никогда не падает. И в мире более 50 миллионов каждый год прибавляется туристов, которые выезжают уже за пределы страны. В целях не входит внутренний туризм. Представляете, это только внешний туризм. Если брать внутренний туризм, то цифры будут еще больше. И обратите внимание, вот действительно мы находимся в нужном месте и в нужное время. Посмотрите, какими темпами растет туризм. 1950-й год только 25 миллионов, 2012-й уже 1035 миллионов. И посмотрите прогнозы. В 2030-м году туризм это 18 миллиардов. Вот такие вот темпы. Конечно же, выгодно и правильно здесь и сейчас строить бизнес. Но и в чем же заключается наш бизнес и как вообще устроен туризм? Немножечко об этом. И существуют различные туристические продукты. Какие мы знаем продукты? Это отели, это авиабилеты, это трансферы еще, это различные экскурсии. Когда человек куда-то едет, он страхуется вместе с теми, с кем он едет. Это все туристические продукты. И существуют глобальные системы бронирования, их еще называют дискаунтеры. Такие как Амадеус, Галилео, другие. И они оптом, сразу вкладывая огромные суммы денег, они по самым низким ценам выкупают эти туристические продукты. И естественно, что каждому отелю невыгодно, если у него какой-то номер не сдан. Потому что это самый дорогой номер для отеля. Его надо также обслуживать, отапливать, убирать. То есть он будет в убыток отеля. Поэтому, конечно, всем выгодно получить сразу хорошую сумму денег, ну а взамен дать по самой низкой стоимости тот или иной продукт. В свою очередь дискаунтеры, имея свой процент, перепродают это уже крупным туроператорам. Туэпи, ГАС, Тестур. И те, естественно, имеют свой процент, распределяют это уже на более мелких туроператоров, турагентств. А турагентство уже распределяют между турагентами и последней в этом цепочке уже тот человек, который приходит и покупает. И которых сегодня становится уже меньше и меньше. Почему такое происходит? Да потому что сегодня век интернета. Потому что мир не стоит на месте. Потому что все больше и больше людей, которые хотят раздвинуть рамки, эти барьеры, которые выставляет турагентство. Которые хотят свободно путешествовать тогда, когда они хотят, туда, куда они хотят. И если я вам показала фотографии, я перелетела один раз вот далеко самолетом, да, в Таиланд. Это все-таки тысячи километров от Ростова и от России. Это огромное расстояние. Но я один раз заплатив за самолет туда-обратно, я посетила четыре страны. Потому что совсем за копейки, совсем очень дешево. Из Таиланда я потом переехала или перелетела уже, где-то переезжала, где-то перелетела в ближние места. Потому что даже в любом отеле, где я там была, я задерживалась, ну, пять дней, неделю. Мы меняли постоянно острова, пляжи, города. То есть куда мы только не переезжали, нам важно было, чтобы мы через нашу компанию как можно больше сделали заселений. Нам важно было увидеть этот мир, а не сидеть на одном месте, на пляже, например. Мы посещали различные экскурсии, где мы только не были, да. И следующий после Таиланда, это была Малайзия, вначале Кула-Лумпур, потом островная часть, потом Сингапур, потом Бали. На Бали отмечали Новый год. И вот представьте, один раз заплатив за длинный перелет, я смогла посетить очень много различных мест, городов и стран. Какое турагентство мне может такое предоставить? Понравилось мне в этом отеле, захотела я остаться, я могу это продлить. То есть это возможность свободных самостоятельных путешественников. И таких я уже на своем пути встречала и среди русскоговорящих все больше и больше. Но в мире их, конечно, мы сейчас поговорим, тем более много. И сейчас развиваются активно уже онлайн-туроператоры. И на сегодня я могу, минуя эту посредническую цепочку, которая, если она в любом звене рвется, да, то сколько уже, обратите внимание, пострадавших. Ведь у меня на канале даже есть видео, да, прогнозы по туризму, мнения специалистов. Профессионалов. И, наверное, вы многие видели, как много сегодня турагентств, туроператоров, которые официально объявили себя банкротами, которые ушли с рынка. И все больше в связи с этим становятся людей, которые уже начинают смелеть у нас в странах СНГ и путешествовать самостоятельно. Если раньше боялись, то теперь боятся уже через турагентство, потому что очень много людей пострадало. Потому что сегодня гораздо надежнее путешествовать самостоятельно. Но главное, это наша свобода. И обратите внимание, Америка, Америка уже почти вся путешествует самостоятельно, более 90%. Европа, более 70%. И наши страны СНГ, вот когда я впервые вошла в этот бизнес, статистика была другая, это было 3 года назад. Только 5% из стран СНГ, которые путешествовали самостоятельно. А сегодня их уже 25%. То есть хотим мы не хотим, с нами или без нас, но мир не стоит на месте. Происходит реформация во всем. У меня папа телемастер, но он уже не сможет чинить телевизоры, которые есть сейчас, потому что он чинил ламповые. Моему папе 2 апреля 90 лет. Вот мир не сегодня, новые стиральные машины. Но во всех индустриях появляется что-то новое. Есть такие глобальные ниши. Вот скажите, пожалуйста, когда у нас появились сотовые телефоны? Сколько лет назад? Ну напишите. Вот впервые, когда мы раньше разговаривали по международной связи, да, многие это еще застали, кто постарше, молодежь, они вообще не знают, что это такое. Да, лет 20 назад, правильно. То есть мы ходили, разговаривали на междугородку, мы когда-то телеграммы отбивали. Так вот действительно в таких серьезных больших нишах, как сотовая связь, как туризм, примерно раз в 20 лет происходит реформация. И что дальше происходит? Вот тогда те, кто первые, вот самые передовые, прогрессивные люди, да, которые самые первые перешли на сотовую связь, и была тоже партнерская программа, где люди, которые стали участвовать в этой партнерской программе, они сегодня получают пассивный доход от того, что мы с вами звоним. Но нам сегодня уже никто не предлагает там бизнес, мы сегодня там клиенты. То есть если даже я скажу, что самый лучший МТС или Мегафон, и все мои родные и близкие возьмут эту связь, но Мегафон мне за это, в общем-то, что, платить не будет. Хотя бывают у них партнерские программы, они говорят, пригласи друга, и там будешь там какую-то часть, там в следующем месяце, допустим, там сколько-то минут бесплатных звонков, да, то есть вот такой вот есть. Но тем не менее рынок поделен, и мы на этом рынке сегодня только клиенты. Но что же происходит на рынке туризма? Обратите внимание, вот по версии журнала Forbes существует уже вот десятки и больше вымирающих профессий. Каких-то уже нет, какие-то ушли с рынка, какие-то уходят, и среди них вы увидели турагентство. И сейчас мы будем говорить о нашей компании. Итак, Свитсхелли. Свитсхелли акционерная там компания розничной продажи туристических услуг. Серьезная корпорация, которая занимается не только туризмом, и одно из подразделений туризм, которые назвали отдельным брендом Fireflies. Этот бренд является собственностью Свитсхелли Айджи. Так вот, уникальный человек, действительно с большим мышлением, грамотный политический и экономический. Улик Мерки, по учебникам которого учатся в высших экономических заведениях, которые пишут антикризисные программы для Европы. Когда он увидел, что и туризм активно стал переходить в интернет, он понял, что не нужно противостоять этому, а нужно этому ветру распахнуть паруса и нужно это использовать. У него появилась такая гениальная мечта и идея создать портал, онлайн-портал, именно для путешественников, именно для тех людей, которые будут путешествовать, пользоваться с удобством этим порталом. И стать номер один на онлайн-рынке. И вот так вот мы начинали, да, у нас было всего только два партнера. Три года назад, когда я стала заниматься этим бизнесом, так, что-то у меня тут, извините. Самой почему-то. Когда я начала этим, да что ж такое, кто, стоять. Когда я начинала заниматься этим бизнесом, то было только, да, два партнера, 340 тысяч отелей и трансфер. Больше ничего не было. И я помню, как некоторые наши партнеры говорили, ой, когда же там будет что-то другое, когда добавят там самолет или еще что-то. Но мы тогда слышали от специалиста по туризму, да вы радуетесь, что еще нет того, нет другого. Потому что, когда будет все, вы не нужны будете. Вы сюда тогда зайдете уже только как клиенты. Вот как мы сегодня пользуемся сотовой связью. И вот действительно партнеров становилось больше и больше. И обратите внимание, конечно, здесь все не уместились и они еще добавляются. Все самые сильные бизнес-акулы, скажем, лидеры туристического рынка, известные бренды, они сегодня все наши партнеры. Если кто-то еще сомневается в том, насколько наш бизнес легален, официален, то просто задайте себе вот такой вот вопрос, да. 94 страны мира пользуются нашим порталом. И вы видите, какие гиганты, какие бренды сегодня являются нашими партнерами. Все знают Booking.com, вот вы его здесь видите. Вот большинство в нашей стране пользуются Booking.com, кто-то еще Агода знает, да, Островокру. Они сегодня наши партнеры. И мы можем забронировать, пользуясь их услугами на нашем портале. Они все выставляют свой продукт. Америка, они больше знают прайслайн, больше пользуются. Это мама Booking, материнская компания Booking. И здесь вы видите Emirates, Expedia, Хьюорс, TripAdvisor. TripAdvisor это, наверное, мы единственные, кому он полностью слил всю свою базу клиентскую. То есть, когда мы бронируем отель, то мы всегда можем тут же, не выходя за пределы нашего сайта, прочитать отзывы. И выбрать для себя нужный отель, да, соотношение цена-качество. Кому-то важно, чтобы парковка была, если едете на машине. Кому-то важно, чтобы там участок был, если вы с детьми. Мне важно, чтобы обязательно Wi-Fi хорошо работал, да, потому что я путешествую с ноутбуком и загружаю свои видео. И так далее, и так далее. Вот все это вы можете прочитать на TripAdvisor. И какая же, да, идея появилась у нашего Уррика Мерки? Создать портал для самостоятельных путешественников, где все услуги будут на одном месте. Нам не нужно выходить и искать, как другие самостоятельные путешественники. На одном портале мы забронировали себе отели. На другом портале мы читаем о них отзывы. На третьем портале мы ищем трансфер или авто на прокат. На четвертом мы бронируем или застрахуем, или бежим в страховую компанию. Нет. У нас все сегодня есть здесь. И поэтапно все это у нас вот добавлялось, добавлялось, да. Мы имеем скидки, то есть у нас практически как оптовый склад, куда мы заходим, вот как магазин вы зашли по оптовым ценам. И вы сами себе выбираете тот продукт, который вам нужен. Нужен вам отель, да, кинули, но кто-то на самолете, кто-то на позе, кто-то на автобусе, кому куда надо, да. Поэтому нужен самолет, пожалуйста, заказали. Нужен трансфер, но не нужен, может быть, вы авто возьмете на прокат. Какой-то экскурсии вы сами себе выбираете, чем пользоваться, чем нет. И вы получаете, естественно, скидки от наших поставщиков-партнеров. Вот, например, вы сами себе можете выбрать, да, смотря какая компания едут. Вот у меня сегодня, ну, большая, сегодня, кстати, должны вернуться много человек, которые приехали из Таланда, отдыхали там целый месяц. А человек 40 с лишним едут в марте в Грузию. И вы, конечно, сами себе можете выбрать, нужен ли вам трансфер, на чем вы туда едете, да. Но сегодня больше даже популярность больше набирают, чем трансфер. Вот трансфер уже уходит. Это прокат авто. Это действительно очень удобно, потому что вы можете взять на прокат авто и объехать и города, и даже страны. Причем вы можете в одном месте взять машину, а в другом месте ее оставить. Вот здорово. Мы уже на авто объезжали и Италию, мы на авто объезжали весь Израиль, то есть это был Иерусалим, это был и Тель-Авив, и Эллад, и, конечно, Мертвое море. То есть три моря только, которые я посетила в Израиле. Мы очень много куда заезжали, даже в Палестину. И это очень удобно. В другом месте мы взяли в Иерусалиме машину, а сдали ее в Тель-Авив, и оттуда прям сели на самолет и уже улетели в Россию. Конечно, это здорово. Это все мы сегодня можем бронировать на нашем портале, на одном портале, не выходя на другие сайты, не ища по другим адресам. Конечно, вы можете сами себе выбрать, какую вы хотите экскурсию, да. Вы можете знать, благодаря тому, что у нас есть путеводители, вы можете знать, где какое мероприятие происходит в том или ином городе. Например, у нас одна партнер поехала в Венецию, да, узнав, что там Венецианский карнавал, и посетила этот Венецианский карнавал. Вы можете знать, что где-то выставка мод, художник привез картину, вы можете полетать на шаре, вы можете попасть на Олимпиаду, на какой-нибудь футбольный чемпионат и так далее, и так далее. Все забронировав здесь. И все это будет для вас очень надежно. Теперь обратите внимание, сколько каждый день, да, летают самолетов. Это вот из живой жизни картинка. Мы даже сегодня можем проследить направление того или иного самолета. И на сегодня мы можем выбрать, вот есть фильтры авиакомпании, и все авиакомпании сегодня также являются нашими партнерами. Пожалуйста, вы, допустим, выбираете на то или иное число, да, и видите цену. Но сайт нам подсказывает, что вот если вы возьмете позже, вы же самостоятельные путешественники, если возьмете позже, то вам показывает, а когда будет дешевле. И, соответственно, вы уже под эту цену можете взять и заказать нужный вам отель. А если вы хотите еще дешевле, то, пожалуйста, вот есть лоукосты. Лоукосты – это бюджетные самолеты. Вот мы визером летели в Венгрию, туда и обратно обошлось нам, ну, там, 11 с чем-то тысяч, около 12. То есть это дешевле, чем, допустим, лететь там каким-то другим самолетом. Но если вы хотите мили собирать и пользуйтесь, допустим, нашим аэрофлотом, пожалуйста, езжайте аэрофлотом и также будете собирать свои мили. То есть вот все зависит от вашего желания, все, что хотите, на любой вкус. Страхование. Ну, наверное, мало какой человек имеет безумство, чтобы поехать, тем более за границу, не застраховавшись. Потому что, когда вы поедете туда, вы будете чувствовать, наверное, себя не особо уверенно, особенно если первый раз летите. Ну, случаи бывают разные. И вот я хочу привести пример. У нас недавно партнеры летали в Стамбул и получилось так, что они были застрахованы от нашей компании. И действительно, ну, у Натальи разболелся бок. И хорошо, что у нас есть круглосуточно горячая линия, потому что вот там получилось так, что никто не мог говорить по-русски. Вот ни в этом отеле, ни рядом. Если бы вы были в Кемере, в Анталии, там, конечно, все сплошь русскоговорящие. А здесь, ну, что у нас есть круглосуточно горячая линия, куда они позвонили. И далее уже была забота нашей компании, которые сами связались, которые на нужном языке. А у нас круглосуточная горячая линия днем и ночью и на 15 языках мира. Поэтому все было решено. Какую больницу? Да, связались с отелем, связались с больницей. И до конца, в общем-то, все обошлось легким испугом для Натальи, слава богу. Но вот что значит, когда мы в сообществе самостоятельных путешественников. И обратите внимание, рынок страхования растет. И зачем мне куда-то, кому-то обращаться, когда я могу это все сделать через свой портал. И все больше и больше людей, которые тоже сегодня делают это уже через онлайн. Очень приятно, что за даже не полных 5 лет, где-то за 4 с небольшим года, мы уже вошли в Европейскую туристическую ассоциацию. Вот, ЭТОАК. Обратите внимание, сюда заходят только лучшие. Сюда заходят только те, которые проявили себя как надежные партнеры. Это очень важно, что знаете, за такой вот короткий срок многие компании просто лопаются, вообще уходят с рынка. Они выдерживают конкуренции. Известна нам уважаемая компания, монополист, которая сегодня на рынке уже почти 60 лет. Амвей, она в начале своего пути только 4,5 года судилась, доказывая, что она не финансовая пирамида. А сегодня мы видим, да, что особенно те люди, которые были первые, сегодня это уже бриллианты двойные, тройные. Люди прекрасно живут, люди прекрасно построили бизнес себе вот в этой огромной корпорации. А здесь мы за небольшой вот такой же срок, посмотрите, Firefly уже среди таких вот известных брендов заявила о себе. То есть мы вошли в историю. И мы, друзья, сегодня вместе с вами в этой компании делаем историю. И придет когда-то время, когда кто-то сюда войдет просто как клиент, когда уже все здесь будут. И как сотовые связи, как в Амвей, да, будет очень-очень много пользователей. Но те люди, которые сейчас у истоков, которые проходят через тернии, которым, да, может быть тяжелее, которые прошли через недели ядовее. Потому что когда я начинала три года назад, практически роликов на Ютубе не было. А если что-то и было, знаете, вот в отзывы лучше было не лезть, там лучше было негатива, чем чего-то, да. Поэтому, наверное, я и отправилась, потому что, знаете, всегда будут люди, которые, вот 95% общая масса, которые не лидеры, которые будут осторожничать, которые будут смотреть на тех, кто что-то делает первыми. А потом будут говорить, им повезло, они были первыми. Да, вот такая расхожая фраза. Сегодня мы все здесь первые, сегодня мы все здесь можем строить бизнес и достойно жить, достойно зарабатывать, интересно жить, путешествовать. И наша компания для этого все имеет. Посмотрите, мы застрахованы. Демобилляр – это швейцарская страховая компания, где мы застрахованы на 5,5 миллионов долларов. То есть это огромная сумма. От чего мы застрахованы? От непоселения. О чем это говорит? Это говорит о том, что если вдруг вы куда-то приехали, а вам говорят, ваш номер занят и так далее, то вам в этом случае, или просто номер не отвечает вашим, ну, тому, что обещали, да, по отзывам. Допустим, вот сейчас мои партнеры, которые, они приехали, там кто-то партнеры, кого-то просто взяли с собой, друзья, родные, в Таланде, они приехали, не работал кондиционер, ну, просто какая-то поломка. Им предоставили классом выше без доплаты. Вот что такое наша компания. Вы застрахованы на все случаи жизни. Сейчас здесь, среди присутствующих, я вижу здесь и Валентина Булат, и мы дважды с ней воспользовались, когда мы заселялись, в одном месте тоже интернет не работал, и нам дали двухкомнатную шикарную люкс, а у нас была просто студия, да. А вот, и другой раз нам тоже дали классом выше без доплаты. То есть, вот что такое, если ваш отель не отвечает, ваша комната в отеле не отвечает, там, требованиям, которые вы ожидали. То есть, мы защищены на все случаи жизни. И именно поэтому сегодня уже 94 страны мира, которые пользуются нашим порталом. И цель компании, конечно же, чтобы больше и больше людей, которые пользовались, чтобы у каждого было мобильное приложение, чтобы каждый человек мог с любого гаджета, где бы он ни находился, в любом городе или стране, вот так же, как мы сегодня делаем, забронировать нужный ему отель и другие туристические продукты. Итак, что же мы сегодня имеем? Мы сегодня имеем персональный чат, где нам отвечают даже прямо из кабинета на любые наши вопросы. Мультиязычная служба поддержки уже на 15 языках мира. Недавно вот Испания добавилась. Конечно, так тоже было не всегда. Путеводители сотни популярных направлений. Вы всегда можете знать, где, в каком городе, стране, что происходит. Вы можете скачать. Вы можете застраховаться, да, и застраховать тех людей, которых вы везете с собой. Они тоже вместе с вами будут пользоваться этими же услугами. И горячая линия, и по телефону круглосуточно, и по скайпу вы можете. Здесь сегодня есть интернет. Конечно, это очень удобно. Наверное, это даже на первом месте. Вот для меня, для моих партнеров на первом месте это круглосуточно горячая линия. Потому что, когда мы находимся в другой стране, мы хотим себя чувствовать прежде всего защищенными. Да, кто-то летит с детками, отдыхает. Это очень важно, что вы всегда можете к кому-то обратиться. И уже сколько случаев таких было разных. Было даже такое, что по вине самих путешествующих кто-то опоздал на самолет, кто-то заблудился, отстал от экскурсии языка, не знает. Но как хорошо, что у нас есть вот такая вот крыша. Когда мы под крылом нашей дорогой компании, и когда нам тут же готовы всегда во всем прийти навстречу и подсказать, и помочь. Это, конечно, бесценно. Это дорогого стоит. Вот я уже сказала, TripAdvisor, когда вы смотрите отели, вот так вот выглядит. Что вы можете почитать отзывы, выбрать соотношение цена-качество, да, и заказать тот отель, который вы больше хотите. Но помимо того, что у нас есть уже и готовые предложения, у нас есть еще и льготные предложения на главной странице, которые имеют еще большие скидки. Это, знаете, как вот горячие пирожки, потому что какой-то отель, может быть, отремонтировался, решил себя выставить. У кого-то еще какие-то, не знаю, неважно даже нам, какие причины, но мы видим огромные скидки, которые вот и 85%, вы видите, 62%, 51%, 59%, 67%, 81%. Но это не в отличие от горящих путевок, да, когда уже компания прогорает, туристическая, и горящие туры предлагают, и вы должны на чемоданах сидеть, и сподхватываться, и завтра срочно вылетать, да. Вот это не каждому нравится. А здесь вы можете увидеть даты, которые могут быть на март, на апрель, на июнь, на сентябрь. Но если вам что-то из этого подходит, пожалуйста, вы можете воспользоваться. Это, конечно же, удобно. Я вот недавно бросала в наш чат вот этот вот скриншот. Так, пардон. И представляете, когда я увидела Москва, 98%, я глазам не поверила. Обратите внимание, 29 ночей, это месяц, 30 дней. 4 звезды, 65 долларов. Друзья, для Москвы 65 долларов-то в сутки нормально, да? А здесь за месяц 65 долларов. И вот когда я слышу, что кто-то партнер говорит, не можем найти, там не бывает на портале, тра-та-та, я думаю, вообще, куда они смотрят. Но чаще заходите, чаще мониторьте. Вы обязательно что-то для себя найдете. Не так, что вот вам скоро выезжать, и вы сели вот тут же сейчас, вот прям вот не нашли, что вы хотели. А заходите почаще, мониторьте. И тогда у вас будут скриншоты, тогда у вас будут примеры, и тогда у вас будет очень много возможностей. Но я считаю, вот это вообще уникально, да? И вы можете себе, или ваши знакомые всегда могут для себя здесь подобрать действительно отель, но какой они хотят. Никогда не говорите кому-то, что у нас вот дешевое предложение. Потому что у меня как-то была такая ситуация, когда человек, который дали по рекомендации, он сказал, а я дешевыми предложениями не пользуюсь. Вот неправильная формулировка. Мы можем сказать, что у нас есть выгодные предложения, что у нас есть скидки. Но, друзья, имейте в виду, что скидки мы можем получить хорошие, большие, да? Вот мы их видим в предложениях по выделенным ваучерам. Только когда действительно отель что-то из себя представляет дорогой, небюджетный, да? Когда это 4, там 5 звезд, и чем дороже отель, тем он больше может позволить себе сделать скидку. А те отели, которые так недорогие, бюджетные, да? Они, ну, какую скидку на них делать, они так недорогие. Итак, мы можем предложить вам, дорогие друзья, если кто-то сейчас впервые слушает этот вебинар, любой отель на ваш вкус, на ваш карман, на ваше желание. Может быть, или стандартный это номер, да? Или более вот такой вот роскошный и подороже уже, да? Это может быть бунгало, это может быть отель на острове. Вот все, что вы пожелаете от хостелов до 7-звездочных отелей, до вот все, что вы хотите на ваше желание. Мини-путеводители, мы уже сказали, видите, в 2015 году только появились. И также у нас есть еще такой продукт, как ваучер. Естественно, когда человек регистрируется к нам в компанию, он должен зарегистрироваться не для переписи мертвых душ, да? Не для переписи населения, а именно как путешественникам. Залогом того, что будет путешественником, служат туристические продукты, которые он сразу приобретает. У нас они выражены в трех пакетных предложениях, и в каждом пакетном предложении есть один или три или семь ваучеров. Что такое ваучеры? Ваучер – это билет на заселение в отель. Вот как вы, допустим, через интернет купили билет на поезд, многие уже просто покупают авиабилеты, правильно? И у вас есть авиабилет, он в интернете, в электронном виде. Вы приезжаете, даете паспорт, а вам дают уже посадочный талон. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Поставьте, пожалуйста, плюсики, слышно или нет. Минуточку одну. Сейчас мы начинаем все с начала. Так, вот, вижу, вижу. Майя я не вижу слова загрузить, которое было. Так, еще раз. Слайд на месте у меня нет... Где слово... Где их листать? Слайд на месте листать не могу, нет листать нечем. Майя, нет листать именно. Вот они у меня сейчас сами тут листаются потихоньку, да, каким-то образом. Здорово. Мне теперь надо... А, это ты листаешь. Давай дальше, Майя, листай. Я думаю, как они у меня сами листаются. Весело. Вот как хорошо, что я видео не сделала. Мы так предусмотрительно с Майей посоветовались и решили, что надо поставить картинку, потому что бывает, что интернет не вытягивает. И вот сделали картинку, потому что самое главное, это людям видеть слайды, да, и слышать информацию. Вот, поэтому вот убедилась. Но даже таким образом, вот почему-то, видите, как выбило. Но зато вот вы сейчас еще раз просматриваете. Вот, повторение мать учения, что-то у вас в памяти сейчас опять останется. Вот наш репедвайзер с отзывами. Льготные предложения. Так, так, Майечка, и следующее. Да-да-да, пролистываем, и мы увидели, что мы можем отдыхать по-разному, и мы можем себе позволять уже, знаете, путешествовать, уже и останавливаясь в более дорогих отелях. Так, стоп, Майя, стоп. Потому что мы здесь зарабатываем. И вот предложение по ваучерам. Обратите внимание. Один ваучер нам обходится пакетным предложением, тоже со скидкой. 280 долларов. На один ваучер могут поехать от двух и более человек, часто и до десяти он растягивается. Ваучер – это ваша собственность, которую вы можете продать, подарить, распорядиться по собственному желанию. На свадьбу отправить, например, к свадебной путешествия своих детей и так далее. И если вы выходите за рамки ваучера, там день себе еще добавили, больше ключ, но больше звезд, то будет доплата. И следующий слайд вы сейчас увидите. То есть может быть ваучер и небольшая доплата, да, следующий слайд, Майя. Но это может быть и несколько ваучеров, которые вы тоже можете объединить. Майя, ты не листаешь, да. Вот, наверное, у нас по-разному просто интернет. И вот посмотрите, 4 ваучера плюс 196 долларов, да. То есть смотря сколько у вас человек едет, смотря сколько звезд отеля, как он котируется, сколько он стоит. Но дело не в этом. Вот ниже, обратите внимание, мелко написано, что один ваучер 1923. То есть отель его оценивает за больше, чем за тысячу, около 2000, 1923 доллара. А нам ваучер обошелся 280, а здесь 4 ваучера. И посчитайте, какая это экономия. Да. Вот ниже тоже 3 ваучера, один ваучер 1633. Ниже 11 ваучеров. То есть это огромные деньги, а если вы едете большой компанией, то есть вы, конечно, большие деньги можете сэкономить. Есть туристический продукт такой, как купоны. Рыночная стоимость вот данного предложения 966 долларов. У нас на портале 861 доллар. Но так как у нас еще есть и купонные предложения, то в данном случае, видите, мы используем доплату купонами. И нам уже обходится этот отель не 966, а 625 долларов. Вот, конечно же, это выгодно. Ну и что предлагает компания? Компания предлагает для желающих не просто путешествовать, но и зарабатывать во время путешествий. Поэтому, поехали дальше. Вы сами себе можете ответить на вопрос. Хотите ли вы просто путешествовать и пользуются всеми льготами, всеми факторами надежности? Когда у вас круглосуточно горячая линия, когда у вас приоритетное заселение, когда у вас гарантия, что вы поселитесь в тот номер, который вы выбрали с видом на море, а не на другой какой-то, да? Ну, какой вы захотели сами. Когда вы можете сделать отмену брони даже за 5 дней, и вам 100% гарантированно тут же возвращают деньги. Это, конечно же, важно, да, без всяких оправдательных документов. Много плюсов, надежность. Но мы можем вообще свести к нулю, и вы видите, что мы можем и зарабатывать больше, чем мы тратим. И сегодня у меня так получается. Я вот как-то сюда не загрузила, но как-то показывала вам, да? А здесь, кстати, будут и пеймансы, когда мы о нем расскажем, и там, тревел-балансы. А вот это наш изумруд, лидер, которого мы слушали сейчас недавно в Будапеште на Балатоне. И он показывал зарплаты своей команды. Обратите внимание, это в тысячах долларов. Немножечко правее, это в порентах. И я думаю, что эти суммы, они уже за себя сами говорят. Занимаясь этой деятельностью, развивая свои хобби и просто делясь с другими, вы можете не только достойно зарабатывать деньги, вы можете получить здесь автобонус, получить подарок машину, потому что с уровня лидера вы уже получаете, с уровня золотого лидера, уже дополнительные проценты. Вы можете еще получить путешествие в подарок. И вот вы видите, 2017 год. Кто активно работает, пожалуйста, вы можете поехать уже от компании бесплатно к УБО. Конечно, классно. Итак, обратите внимание, туризм. Мы уже сказали, какая прибыльная ниша. Интернет – это скорость. Соединились скорость, умноженная на скорость. Сообщество, клубная система. Все сегодня по интересам люди объединяются. Это здорово. Но еще бизнес-возможность. У Рик Мерки, он понял, что чтобы люди заходили, чтобы стать онлайн-порталом номер один, нужно предложить самые выгодные условия. Это защищенность, да, это бизнес-возможность. Поэтому именно здесь есть партнерская программа. Без всяких ежемесячных обязательств. Это, конечно, очень выгодно. И вы сами для себя можете решить. Смотрите, вы, вот цель компании, чтобы мы получали пассивный доход, чтобы мы путешествовали бесплатно и даже больше, чтобы у нас еще оставалось деньги. И максимум 4,5% мы получаем от различных туристических услуг. То есть сколько людей будут пользоваться любым туристическим продуктом, заселятся в отель ваши партнеры, вы получили деньги. Взяли они какую-то экскурсию, вы получили. Взяли они авто на прокат, трансфер. Там застраховались, они не одни поехали с друзьями. И вы всего получаете до 4,5%. И 10% из этой суммы вам перечисляется на travel balance. Это такая классная вещь, потому что компания нам помогает именно собрать на путешествия. Вот такую десятину, которую вы видите у себя в кабинете. И чем больше у вас людей, которые узнали об этом, вы сами с кем-то поехали, взяли с собой своих друзей, они кому-то рассказали, да, ваша компания расширяется, люди видят, как вы застрахованы, как это работает, как за вас заступаются в случае необходимости. И нас становится больше. И ваши друзья, ваши знакомые и незнакомые, они друг с другом делятся. Мы не верим сегодня посторонним рекламам, мы верим друг другу, да. И вот это сарафанное радио, оно позволяет, чтобы мы путешествовали больше. Вот сейчас, смотрите, баланс путешествий. Я делала скриншот со своего кабинета. Вот 10% вам идет сюда. И когда вы что-то оплачиваете, знаете, остальные деньги у вас на карте. Вот карта, как кошелек и payments. А вот 10% вы что-то бронируете, авиабилет, там, отель. И у вас эти деньги отсюда списываются. Выгодно, удобно, а деньги в кошельке у вас целы, да, на вашей карте. Но это как горшочек с кашей, который постоянно пополняется. Поэтому он растет. Кто-то еще куда-то поехал, все, вы смотрите, по чуть-чуть там, там, там добавилось, и вот горшочек опять полный. А вот она карта и payments. Английского банка, чипованная, 7 ступеней защиты. И это мастер-карта, которой я пользуюсь везде, в любой стране мира. Все наши партнеры. Мы можем снять с нее деньги в любой валюте. Хотите, это будет в рублях, в гривнах, или это будет там малазийский, лазийский, сингапурский доллар, баты в Таиланде. Хотите, купите что-то в магазине, расплатите с карты, как это всегда везде делаем, да, или снимите деньги в нужной вам валюте. Очень удобно. И вы сами для себя можете решить, хотите ли вы просто путешествовать и быть защищенными, пользоваться скидками, льготами, акционными предложениями, горячей линией и так далее. Или вы хотите свести к нолю те или иные свои путешествия, да, или вы хотите сегодня развивать прибыльный бизнес, путешествовать ежемесячно, как сегодня это делают многие наши партнеры, и чтобы ваши доходы превышали расходы. На сегодня я путешествую бесплатно и мне компания платит. Я возвращаюсь после путешествия все равно с деньгами и еще и привожу подарки для своих родных и близких. Здорово? Я думаю, здорово. Поэтому каждый здесь для себя решает. Мы даем информацию, а выбор, конечно, за каждым. И вот возможности наши, да, мы о них уже говорили, да, и вот тезис, я отдыхаю в пятизвездочных отелях, за это я не плачу ни копейки, а компания, в свою очередь, платит мне за то, что я об этом рассказываю. Вот в двух предложениях это концепция нашего бизнеса. Дальше моя. И теперь посмотрите, все есть для успеха. Если вы становитесь нашими партнерами, у нас есть онлайн-обучающая система, у нас есть поддержка, семинары, личное наставничество. И также у нас есть еще дополнительная площадка, это клуб Тревел, который полностью работает на фарфлассе. Это полностью автоматизированная система, где мы вам покажем и расскажем, и научим, как вы еще можете дополнительно через интернет находить партнеров, и даже не только находить, но еще зарабатывать. Друзья, у меня вчера была такая интересная история, вот Ира, наверное, здесь, из Новочеркасска. Мы вчера подключили человека в фарфлассе, и потом, краем уха она услышала, что-то о клубе, и я немножко ей рассказала. Я показала лейдинг-страницы, да, как это работает, эта страница захвата, я показала, сколько у нас всего интересного, что-то вебинары, что-то различные школы, тренинги, и я еще больше ничего не успела рассказать, она говорит, ой, давайте, ну, я тоже зарегистрируюсь, ну, 55 долларов, это не деньги, конечно, и она тоже зарегистрировалась. И я ухожу, уже оделась, потом говорю, подождите, я вам самое важное не сказала, вы что, деньги еще будете зарегистрироваться? Когда у вас 5 человек подключатся, вам еще компания 70 долларов заплатит. Она просто, как заплатит? То есть, мало того, что тренинги, все это получая обучение, могу ловить сетями, да, в сетях, партнеров новых находить себя, мне еще заплатят, я говорю, да, 55 долларов вы оплатили за все это, но когда у вас 5 будет, вам 70 заплатят, если вы не партнер, там, вам вернут это, вам оплатят кабинет. Но когда у вас будет еще 15, вам еще заплатят 535. Представляете, я уже это сказала, когда человек оплатил, но это вообще был полный восторг, поэтому заходите, пользуйтесь тоже. Сегодня трудно найти человека, который бы не делился в соцсетях, который бы после приезда из путешествия никому ничего не рассказывал, заткли рот и делал из этого праздника секрет. Люди делятся, общаются, чем мы от них отличаемся, у нас есть реферальная ссылка, я под своими видео, под своими фотографиями ставлю реферальную ссылку. Все, и я могу находить людей, которым живу, я расскажу, и которые у меня через, находятся через интернет. И, конечно же, у нас есть и большие глобальные мероприятия, и мы недавно были на Болотоне, Будапеште, и вот здесь мои партнеры, Валентина Булат, Людмила Львовна, Ольга Грачев, здесь наши параллельные партнеры, любимые, вот я перед, Сурлика Мерхи, знаете, это классно. У нас в мае будет вот такое вот мероприятие, я вас всех приглашаю, вы можете сфотографироваться с лидерами, вы можете их услышать, у них учиться, но еще что важно, что мы совмещаем, мы не просто путешествуем, мы обучаемся и путешествуем одновременно, и не просто обучаемся, да, и не просто путешествуем, все вместе, это, конечно, классно. Поэтому, друзья, вы можете сделать свой выбор сами, быть здесь или не быть, кого это заинтересует, обратитесь своим спонсорам, чтобы они более подробно вас познакомили с бизнес-планом, мы сегодня по договоренности не стали давать его, потому что у нас буквально через 3 дня он меняется, будут другие цифры, но хочу сказать, что вы еще можете до воскресенья войти с экономой в деньги на пакеты и узнать более подробно, как здесь можно зарабатывать, конечно, можно, обратившись к спонсору, ну, и получив информацию, есть, где получать. вот, в общем-то, все, на этом я закончу, я хочу, конечно же, вам пожелать ярких путешествий, ярких, интересных впечатлений от жизни, разнообразия, хороших заработков, чтобы вы не экономили, чтобы вы тоже каждый месяц путешествовали и были рады. Поэтому, друзья, до новых встреч, все с нами, будем рады, ну, и всего доброго, всех благ, пока-пока, с вами была Иванова Лариса. Майя какое-нибудь видео сейчас покажет, да, если будут вопросы, то можно после видео ответить. Да, я тоже вам очень признательна, друзья, мне очень приятно, что вы пришли. Вот, немного поделилась, видите, ну, это первая часть без маркетинг-плана. Да, да, благодарю вас тоже всех. Здравствуй, путник, блуждающий просторами интернета в поисках полезной информации, новых возможностей и заманчивых предложений. Ты на правильном пути. Мы покажем тебе дорогу в мир увлекательных путешествий и неограниченных возможностей. Согласен ли ты, что самые приятные, незабываемые и яркие впечатления мы получаем от путешествий и от общения с интересными людьми? А задумывался ли ты, почему одни люди преуспевают в жизни и могут позволить себе все желаемое – роскошь, отдых на лучших курортах, путешествия в экзотические страны, а другие отдыхают в лучшем случае на даче? Путешествия